Возле главной сцены в парке Щербакова собралось несколько сотен человек. По плану сегодня здесь олимпийский урок, но в последний момент организаторы решили его отменить, чтобы не подвергать риску спортсменов. Мы сегодня планировали по 21 виду спорта. Федерации должны презентовать свои виды спорта для тех, которые являлись гостями на сегодняшнем мероприятии. К сожалению, этого не состоялось, но я думаю, что в ближайшее время мы это повторим. Единственным, кого не испугал дождь, оказался донецкий богатырь Дмитрий Халаджи. Говорит, что сегодня его профессиональный праздник, поэтому не мог отказаться продемонстрировать зрителям свое мастерство. Дождь чуть-чуть помешал, а так как бы все нормально. Тут большая опасность, когда машина переезжает, то есть скользко. Я только решил переезжать первым колесом, потому что скользко, опасный переезд, очень опасный трюк, очень опасный переезд. Среди гостей мероприятия оказалась новоиспеченная чемпионка мира в тройном прыжке Ольга Саладуха. Спортсменка рассказывает, что в других странах очень часто проходят подобные праздники. Главная их задача, по мнению чемпионки, показать красоту спорта в целом и приобщить подрастающее поколение к здоровому образу жизни. Праздник – это вообще популяризация спорта, это вообще такая шикарная идея, можно так сказать. И я считаю, что многие, кто еще не привит к спорту, придут и, может быть, повторится еще праздник, он проходит по всей Украине, видят там те же элементы гимнастики, легкой атлетики, борьбы, бокса. То есть люди будут иметь представление, потому что однажды мне сказали, ты легкая атлетка, покажи сальто. Это было очень неприятно. Влад же со своей стороны собирается приобщать к спорту и другими способами. В частности, обещают улучшить материально-техническую базу. Говорят, что уже сегодня взят курс на массовый спорт. При каждом дворце спорта функционируют спортивные кружки и спортивные школы. Сейчас добрым знаком пошло то, что мы в этом году введем в спальном районе, в ледовой дворец, в пролетарском районе. Мы начали строить в парке Петровского плавательный бассейн 25-метровый для детей и жителей Петровского района. Несмотря на то, что олимпийский урок не состоялся, организаторы считают, что праздник удался. В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение спортсменов, тренеров и специалистов сферы физической культуры. Оксана Виттер, Андрей Кораблев, Георгий Жилич, Панорама. Продолжение следует...